Всем бугагашечки, друзья и гости моего канала Нептун здесь, чтобы подарить вам офигительный позитивчик и чтобы вы немножко попугались. Внезапных появлениях Людов Роги, или Гномов, или Китти, или Крока. В общем, будет весело, потому что третья ночь. Поехали. Так, история. Да, мы остановились на третьей ночи, и у меня всего лишь 29 евро. Это же евро. По-моему, это знак евро. Ладно, поехали. Третья ночь. Я... вроде бы понял, как играть. Так, что вы знаете, сегодня 9 июня 4-го года, игрушки передвигаются всё быстрее и быстрее. Вот это вот, конечно, люто. Меньше всего я хочу, чтобы какие-то грёбаные игрушки меня убили. Но мне придётся выживать ещё три ночи. Хорошо. СМС от чиновника. Здравствуйте, Ваше Величество. Вы правильно сделали, что уехали. Я вам ещё не верил... А, а я вам ещё не верил, что будет какое-то там нападение. Но, к счастью, никто не пострадал, так как в замке было полностью пустое. Я надеюсь, вы в полном покое живёте у своего кузена Сангальда II. Как хотели. Желаю вам хорошо провести время, несмотря на такое бедствие, да? Спасибо, что хоть кто-то обо мне переживает. Хоть какие-нибудь чиновники. Итак, смотрите, кофе здесь нужно для того, чтобы у меня горел ярче фонарик. Потому что, когда я мало пью кофе, я постепенно засыпаю, и в итоге меня могут убить игрушки. Нужно кофе. Но... Очень мало у меня денег. Мне нужно обычно 5 чашек на ночь. Всё. Но, к сожалению, друзья... Почему 13-то потрачено? Я ещё не одну... Вот одна чашка купила. Одна чашка не может стоить так много. Но мне нужно минимум 5 чашек. Подожди, 10. Одна. 10. Ну всё правильно. А что будет, когда у меня деньги... Все кончатся, и... И что я буду... Как буду проходить? Да вы сделаете. По-моему, мне нужно переиграть заново. По-моему. Короче, поехали. Посмотрим, что будет дальше. Начало новой ночи. Всё, я лежу на кровати. А чё там такой красненький? Этого не было? Какого хрена тут какой-то красненький? О, Фроги лезет. Всё, нахер пошёл. Это чё там гномы? Гномы в коридоре нет. Китти здесь. Опять Фроги. Иззади, демон. Так, это дверь на выход. Туда в прихожку, на площадку. Вот, я смотрю на площадку, но здесь только... А, Китти, Китти ближе. И Фроги. Всё, Фроги мы прогнали. Теперь надо прогнать Китти. Запираем двери. Входные, ждём. Всё, поклацалось, да? То есть, Китти, по идее, ушла подальше. Э, а где Китти? Да ладно, только не говорите, что она типа... Типа она в шкафу, что ли? Да вы издеваетесь, как так быстро-то? Ну, посвятил её... Я её угомонил, хорошо. Ещё и гномы здесь. Ждём, пока гномы уйдут. Всё, вроде ушли. Теперь надо прогнать Фроги. Теперь надо успокоить Китти. Вот шкаф. Всё, успокаивайся, Китти. Всё посвятил, всё зашибись. Крока. Где унитаз-то? Я его не вижу. Всё, смыл гребаный унитазик. Ау! Твою мать, вот это жесть! Гномы? Мне опять убили гномы. Чё-то как-то, друзья... Чё-то как-то, друзья... Вот там было 29 у меня денег. На момент этой ночи. Откуда столько у меня потрачено 13? Что я такого купил? Телефон, что ли, каждый день обновляю? Короче, 5 чашек. Поехали. Походу, дело, это будет последняя ночь. На четвёртую ночь у меня кофе не хватит. Чтобы выживать. Так, Фроги. Это первое его побрякивание. Мы его будем прогонять на втором побрякивании. Главное, Китти не проморгать. То есть вовремя запирать двери. Вот видите, это выходная дверь. Но есть ещё и вторая дверь. Нужно в ней почаще её нажимать. Да. Всё. Теперь только на второе царапание будем прогонять Фроги, чтобы не тратить время. Так, это было первое. Первое царапание. Китти попалась. Точнее, приходит ближе. Что? Второе царапание. Ага. Китти ближе. Уходи, Китти. Ну, вроде бы ушла, да? Да, ушла. Гном, он уже на подходе. А, ну это первое царапание было. Что? У тебя второе царапание. А, Китти опять ближе. Чёрт, она забрала шкаф. Твою мать. Смываем унитазик. Надо Китти... ...успокоить. А я не могу её успокоить, у неё кофе нет. Всё, успокоил. Так, Фроги прогнать. Всё, у меня гномы грохнут по-любому. Вон гномы сидят уже, вот за дверью ждут. Нападение. Так, ну, вроде как, как бы это. Ушли, гномы. Теперь надо Китти успокоить. Тихо, Китти. Спи. Прогнать Кроку. Он лезет через унитаз, понимаете? Насколько там воняет. Гномы. И ведь не стремается, да? По унитазам бегать. Всё, прогнали. Так, Китти, успокойся. Успокойся, Китти. Засела нагло в мой шкаф. И сидит себе в наглую в моём шкафу. И гномы лезут в наглую в мою хату. Чё вам всем надо, а? Нет, конечно, понятно, что меня хотят убить, но... Так, прогнали, Фроги. Ну, блин, вот так вот в наглую, в чужую хату? О, это вот абсолютно беспринципное поведение этих грёбаных игрушек. Чё-то гномы вообще обнаглеили. Очень быстро ко мне подходит. Да, гномов нет. Так, а чё у меня в шкафу? Ну, подожди. Китти, успокойся. Так, Крока. Немножко посветлее сделаем. Он кричит, он, наверное, уже запарился падать, правильно? Китти, успокойся. Гномы Кыш? Бедный Китти. Точнее, бедная Китти. Представь... Ой, какой Китти? Боже, Фроги, Фроги бедный. Представьте, я его с трубы роняю уже раз, не знаю, 15, наверное. Это для него очень не круто. Успокойся. Ой, блядь. Не успел нажать. Боже мой. То есть я уже почти к кнопке дотянулся, друзья. Хрена, выпрыгнул на меня. Хорошо. Продолжаем. Там, по-моему, три часика была ночи, да? А ну, пошли прочь. Хе-хе-хе. В наглый лес. Ой, Китти подходит ближе. Нет. Лучше прогнать Крока. А то он меня уже убивал однажды. Все, она, походу, пробралась, да? Китти пробралась в гребаный шкаф. Успокойся. Успокуха, братаны. Китти, тихо, успокойся. Так, Фроги скинули. Гномы. Вот гномы меня могут убить. Надо не забывать про гребаных гномов. И с Крока лучше не задерживать. Не задерживаться тоже. Китти, тихо. А-а-а. Гномы, кыш. Прогнали, прогнали, прогнали. Все хорошо. Гномы ушли. Китти надо в шкафу успокоить. Китти, успокойся. Кыш. Ага. Гномы. Здесь, да? Так, вроде ушли. Теперь Фроги. Теперь Крока. Теперь Китти. Теперь гномы. Гномы пока не подходят ближе. Так, теперь надо опять Фроги прогнать. Гномов нет. Китти. Китти. Китти, успокойся. Может как-то попробовать протянуть последнюю чащику, не трогать? Гномы. Ай, блин, я запутался. Так. И Китти. Китти, давай, успокойся. Все, зашибись. Гномов не пускаем ближе. Мне нужны 6 утра. Срочно 6 утра. Да, 6 утра. У меня осталась одна чашка кофе. В общем-то, мы протянули. Надо эту чашку приберечь. Интересно, она мне зачтется в другой ноте, в следующей? Было бы неплохо, кстати. Так, ну, дворец Фрогольда, да? И какого хрена это было? Он что, взорвался? Да боже, вы опять за свое? Опять наркомания. Какого хрена? Он взорвался и в итоге улетел в космос, что ли? Хорошо живем. Нет, ну... Я изначально просто очень много в первую ночь потратил. Я же не знал, что такое кофе. И начал его покупать, до хера. Мне не хватит, извините, на 4-ой ночи. Столько кофе. Откуда мне кофе-то взять? Может, здесь какая-то скрытая кофемолка есть? Так, что вы знаете. Сегодня 10 июня 2004 года. Через 2 дня вы сможете спать поначалу спокойно. Так как меня будут оберегать ваши агенты-телохранители. А, так же, все, у меня теперь деньги появились. Зашибись. Спасибо агентам. Вот, агенты прислали мне на денежную карту 25 евро. Круто. Круто. Спасибо большое. А то я же все переживал, мне бабла нет, чтобы кофе покупать. Здравствуйте, Ваше Величество. Сегодня мы выслали вам на карту дополнительную сумму денег. На всякий случай, расходуйте эти деньги с умом. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Что бы я без вас сделал, друзья? Давайте, 5 чашек. Этого должно хватить. Поехали на... Нет, почему вторую-то? На четвертую лютую ночь. Что меня будет ждать здесь? Бррр. Вообще, знаете, то, что... Ээээ... Оооо, блять, твою мать, какого хрена? Что это было? Это были какие-то призраки? Видали какой-то призрак кота? Белого, жуткого кота. Китти нет. Все, они начинаются быть дико активны. О, Китти рядом. Так, Китти ушла. Хорошо, теперь нужно прогнать этого лягушонка и чекать Китти. Она очень часто подходит ближе. Хотя, может, знаете, может быть, все-таки ее запустить в шкаф? В шкафу-то она как-то спокойнее себя ведет. Да ты ж не издеваешься. Она просто лезет и лезет в наглую. Ой, еще и гном притопали. А, все, она в шкафу. Она в шкафу. Ну, блин, со всех сторон лезут, конечно. Успокойся, жуткая Китти. Успокойся. Что за беспредел? Я не понял. Какого хрена тут коты меня пытаются допугать? Это что? Какой-то умерший супруг Китти? Тут куда? Лезет тут, а? Не орили, друзья. Может, какой-то умерший муж Китти? В наглую. Что-то мне, знаете, у меня очень хорошо держится, друзья, кофе. Ну, это необычно. То есть у меня раньше к двум часикам уже заряд пропадал полностью, кофе. А здесь у меня держится весьма неплохо. Китти, успокойся, теперь гномы. Гномы тоже пошли прочь, вас не звали здесь. Не, ну, серьезно. Там голден фроги. Видали? А я, надеюсь, я правильно сделал, что, типа, ушел. Может, его как-то по-другому прогонять нужно? Так, вот теперь одно кофе можно выпить. Гномы Кыш. Голден фроги был! И в разных местах его всегда по-разному можно было прогонять. В первой части, я помню, только телефоном его можно было прогнать. В второй части, я не помню, там тоже надо было какое-то хитрое сделать. А здесь выходит просто запереть дверь, да? Возможно, на него нельзя долго смотреть. Так, Китти, успокойся. Ааа, гномы, 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 Кыш, гномы, Кыш, гномы, Кыш, гномы, Кыш, гномы, Кыш. Гномы, Кыш, гномы, Кыш, 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 успокойся. Так, зашибись. Фроги прогнали. Так, гноминии. Грибаные гноминии. Ну как тебе в шкафу в моем? Уютно? Моль тебе моя не сожрала еще? Хе-хе-хе. Так, ори уже. Ох, опять этот... Опять этот кот. Ааа. Напрягает этот котяра. Этот кот меня напрягает. Почему он появляется тут и там? Я, конечно, в обучалочке читал, что, типа, не нужно мне бояться призраков. Мол, это все мелочи. Не, ну извините меня, призраки все-таки нервируют. Так, гномы ушли. Четыре часика ночи. Прогоняем фроги. Китти нужно успокоить. Она очень давно была неспокойна. Давай, давай, давай. Все, зашибись. Так, этого прогнали. Гномы, опять, опять уже около двери стоят. Гребаные калядовальщики. Калядо, калядо, открывайте ворота. Калядовать пришли, да? У меня выпрашивать мои жизни. Пришли калядовать, блин, жизни мои выпрашивать. Пять утра, друзья, почти дожили. Третью ночью. Так, ладно. Можно еще на кофе выпить. Спать. Гномы, кыш. Фроги, кыш. Кыш, говорю, фроги. Какие-то спокуха, братаны. Ну, братуха, успокойся. О, неужели? А ты давай смывайся. Нечего здесь ловить. И гномы, кыш. Все, я всех прогнал. Один остался. Так. Да, вот и все. Фу, четвертая ночь пройдена. При этом я живу в каком-то грибаном отеле. Пара-па-па-па-па-па-пара-пам. Ты кто? Че ты пришел? Фроги? Ты что, робот? Ты меня гипнотизируешь? Фроги? А че-то я не понял, какого это хрена. Он меня решил загипнотизировать, чтобы я не стучал по трубе, да? И чтобы он сюда ко мне заполз. Круто. Хорошая тактика. Но я не подамся. Ладно, друзья. Еще две ночи в нашу копилочку прохождения. Пяти ночей с фроги. Закинуто? Закинуто, да? Пять копеечек. Две ночи. Ладненько, друзья. Давайте. Спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Поддержите мое прохождение. И непременно вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем здоровья, всем позитива. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...